Всем привет, мои друзья! Это канал Mr.Cat, меня зовут Сагиров Иван, и я играю в Skyrim Dark. Нет, это никакой не мод, ребят. Это просто Skyrim с минимальным освещением. Я для себя недавно открыл этот уровень игры, и вы знаете, что Skyrim Special Edition без каких-то либо модов можно просто наслаждаться настоящим, действительно настоящим освещением. Я вам рекомендую так поиграть. Ну, советую просматривать это видео в минимальном темной, не знаю, не освещенной комнате, потому что если будете смотреть днем, то будет плохо видно, серьезно. Ну что ж, у меня яркость минус, и прицел я выключаю. Я играю, ребят, на сложности легенда, и мы продолжаем проходить главный квест. Мне просто обязательно нужно получить... Крик. Почему я прохожу главный квест? Ну, просто, я не знаю, нужно, просто жизненно необходимо получить Крик. В принципе, можно убрать. Там можно все убрать. Только факел еще надо убрать. Вот. Вот так вот. Вот так, ребят, выглядит Skyrim с естественным освещением. Так, это и мне единичка. Лук. Ну, пускай будет. С разбойниками я еще могу справиться. Ага. Дракон не камень, ребят. Ветреный пик. Ну что ж, мне нужно сейчас взять кое-кого себе напарники. Хотелось бы, конечно, кого-то новенького, но я знаю отличную девочку, которая обладает уникальными навыками. Да, ребят? Вау, как же тут темно. Действительно, костер освещает кое-какую маленькую территорию. Здесь свечечки светят, и небольшое освещение. И вот, вот, привет. Клинок и тень, безмолвие и смерть. Вот мое искусство. Я не знаю страха и сожаления. Плати мне, и мы одолеем любого врага. Я найму тебе за 500. Мудрое решение. Показывай путь. Я иду с тобой. Пошли. Зачем ты это делаешь? Вот. Теперь мне не так страшно, ребят. Потому что Дженасса обладает уникальной способностью. Владеет двумя Дженасса. Да, Дженасса. Владеет двумя клинками. Но мы со временем, если что, ей дадим кое-какое оружие. Но сейчас мне нужно будет пройти одну из сложных для первых уровней локацию. Это самая первая локация. Вот ее можно, в принципе, видеть. Видите? Вдали. Руины. И к ней, кстати, можно по-другому пробежать. Мы обычно шли через Рифтен. А сейчас мы пройдем вот той тропинкой. Немножечко другой, но она тоже удобная. И даже в стандартном своем прохождении с Карима я, по-моему, ходил точно так же. Это очень удобно. Просто. Легко. Так, ты со мной? Ага. Это я там, по-моему, поперепрыгивал. А вот она. Где она? Ого! Ага, вот. Вы только посмотрите, какое освещение, ребят. Вот это да. Это настоящий страшный Скарим. Этот приятный саундтрек. Так, я на всякий случай все-таки возьму не лук себе, а дубину. Так, стоп. А где у меня... Вот мой щит. Нормально. Пойдем. Тут, конечно, страшновато. Особенно ночью. Блин, промазал. А на слуга? Нормально. Одноручная повышается до 30. Так, стоп. У меня же там нет никаких перков. А, нет. Сейчас я посмотрю, что там у меня насчет одноручного. Одноручная 30. И я теперь смогу себе прокачать следующий уровень. Это Костолом. Удары булавой игнорируют 25% в броне, ребят. Это очень круто. Я, скорее всего, буду бегать с булавой. Ну, там посмотрим. Ого, как потемнело быстро-то. Да ладно. Как-то страшновато. Волки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Получай. Да, ребят. На легендарной сложности. Волк дает тебе в жилюлей. Так. Хилился, хилился. А, вот эта тропинка, ребят. Вот она. Тут у нас обитают великаны. Блин, я еще так хотел встретить этого дурацкого призрачного. Нет, с великанами мы сейчас точно не будем драться. Но я, наверное, немножко подожду. Давайте сделаем сейчас утро. Потому что как-то стрёмно ночью. Час, два. Вот пять часов, мне кажется, будет идеально. Не, шесть. Ой, классно. Все меня устраивает. Отлично. Пойдемте. Я, честно говоря, иногда жалею, что я не взял на сложности выживание. Ой, господи. Какое выживание. Легендарное. И в темном Скайриме не взял себе Каджита. Потому что у него есть ночное зрение, ребят. Теперь мне нужно становиться вампиром. Потому что у него, по-моему, есть эта способность. И она мне будет очень полезна. Кстати, ага, все нормально. Блин, как же быстро. Жизнь уходит у меня. Несчастный один волк. Так, восстановление у нас уже 18. Ну, зато и уровень сейчас качаться будет быстро. Я сохранюсь на всякий случай. Потому что страшновато. Честно говоря, страшновато. Вау. Так, ну что, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Одних бандитов мы быстренько оббежали. И сейчас, да. Да, сейчас мы сразу будем драться с вот этой вот компанией. И не знаю, ребят, получится ли мне у них их пройти. Я помню, долго, долго, долго ветреный пик проходил за мага. Ну, магам-то классно, да. Ты просто сдалека фаерболами их закидываешь. И нормально. А тут уже у нас три противника. И там, по-моему, жесткие танки плюс лучники, которые наваливают очень больно. Привет, дорогой. Лучник начал. Да ладно. Жесть, тут это он пробил меня. На! Готов. Так, что у него можно взять? Можно взять какую-то защиту и... Так, спрятались. Сейчас я немножечко восстанавливаюсь. Секунду. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Блин, у нас нет силы. На! Давай, 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 давай! Ой-ой-ой. Вот она достала у него кинжал и... Капец, мне кто-то в голову попал. Да ладно? Сейчас убьют. Хил, 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 хил. Отлично. Джунаса там отвлекает. Поехали. Поехали, поехали. Где они? Ага, вот, вижу. Не знаю, если можно... Если вы хотите еще хардкорнее игру... Подожди, подожди! То можно просто-напросто... Вот это я дал. Вот это я спрыгнул. Действительно, мне один парень написал в комментариях, если ты хочешь реально еще хардкорнее игру, то просто можно вот этот вот радар сверху выключить, ребят. Вы выключаете и получаете полный, полный, суровый, темный, страшный хардкор. И, блин, это невероятно круто. Я просто открыл для себя новый Скайрим. Это жесть. Ладно. Берем щит. Тут такие огромные врата. Вот всегда, когда находишь в Скайриме такие вот врата, ты знаешь, что там будет что-то очень крутое. Ветреный пик. Храм. Здесь можно посмотреться. Обалдеть совершенно. Я не знаю, как будто играешь что-то новое. Освещение играет все. Я не знаю, как стандартный Скайрим, ребят, но просто в Спешл Эдишн очень сильно обработали, очень сильно обработали освещение и ты, когда играешь в минимальном освещении, игра уже совершенно по-другому смотрится. Поехали. Получай. Отлично. Готов. Забираем. И я у него топорик заберу. Ой-ой. Получай. Ух ты, она сильно ничего не вижу, ребят. Да. Веди меня, Неревар. Да. Веди меня, Неревар. Это говорят все данмерки. Хилимся, ребят. Хилимся, хилимся, еще раз хилимся. Восстановление 19. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут в нашем сундучке. Драгоценный камень немножечко монет. Слушай, ты где? Ага. Смотрите, что у него есть. У него железный меч и плюс железный кинжал. Ну, давайте ей дадим что-нибудь покруче. Давайте ей дадим стальной боевой топор. дать. И одежда. С одежды можно, кстати, железное что-то дать и у нее будет больше защиты. Интересно, она вообще оденет? Она, наверное, не оденет. Ботинки. Сейчас проверим, оденет она или нет. Колечки. А вот интересно, колечки вообще одевают персонажи? оружие. Зелье. Не лечение мне пригодится. Ай. Нет, нет. Топор-то она взяла, а вот броню нет, не хочет. Никак не хочет. Ладно, давайте тут осмотримся. Тут, по-моему, парнишка, которому можно взглянуть под юбку. У него еще одна. Нужно что-то? если ты так хочешь. Да, я так хочу. Так, вот у нее топор включился и мы даем еще одно оружие. Оружие, оружие, оружие. Дать. И теперь смотрим. Она будет его брать? Если ты так хочешь. Хм. Ну, посмотрим сейчас, потому что у нее так не отображается. У нее отображается просто одна вещь, но когда начинают сражаться, будут две. Окей, пошли с дубинкой. Давайте сохранимся на всякий... Че-то она шевелится. А, паутинка. Заберем эти несчастные четыре монетки. Блин, мне так не хватает этого перка. Я, кстати, помню, где находятся эти камушки драгоценные. И мы, ребят, будем их находить. Будем собирать, потому что без этого перка просто никуда нельзя идти. Ого, темно. Теперь действительно факелом нужно присматриваться, все освещать, чтобы что-то найти, чтобы ничего не пропустить. Вот это здорово. Так, ингредиенты забираем. Темно, 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 темно. Да, пусто там. Сверху ничего нет. Ну, и там тоже. Так, по-моему, я помню, здесь будет довольно сложный противник. Но, если мы его не сагрим, но я хочу его сагрить. Почему? Да потому, что он нам сейчас неплохо прокачает уровень. Да, он сильный. Он просто разбойник по уровню сильный. Гори, дорогой. Хорошо горит. Что-то если я прокачал блокирование. А ну, смотрим. Но. да, видите, она достала булаву и просто в салат его. А, можно было оружие достать, и мы поведели. Да, вы только посмотрите, булава и топор. Жесть. Так, ну что, я сейчас осмотрю. Заберу топор, наверное. И здесь у нас ловушка, ребят. Здесь у нас ловушка, которую нужно разгадать. Но она довольно простая. змея, змея и кит. Сейчас, змея, змея и кит. Я чувствую взгляды рассерженных духов. Нам здесь не рады. Конечно, не рады. Нам во всех границах не рады. Ладно. Открываем и дверца отлично открылась. Так, я, наверное, сейчас себе еще лечение восстановлю. Уже какой-то противник согрелся. А, я понял, что это за противник. Это, по-моему, крысы, да? Да, это крысы. Они отлично горят. Блин, добило. У нас новый уровень. Иди сюда. Мои маленькие. Гори, гори, гори. Господи, я первый раз в жизни бегаю с факелом в Скайриме и им еще бью. Ну, я немножко пробовал, но тут он просто... Это невероятно круто. Ты просто еще факел используешь как оружие, подпалишь противника. Ого, только меня чуть не ушатали. Жизни как-то маловато. Хилимся. Хилимся, хилимся, хилимся. И давайте поднимем уровень. Ребят, давайте-ка поднимем уровень. Новый уровень, ребят. Магия, запас сил или жизни. Ну, так как я играю за воина, я все-таки буду качать магию, но... Ой, точнее, здоровье, но магию я тоже буду качать, ребят, тоже, тоже. Ну, что ж, у нас есть блокирование. Мы можем как бы прокачать блокирование, но... Следующий ранг это на... блокирование эффективнее на 25%. Кстати, классно. Кстати, очень классно. Но... Но... мы можем также прокачать тяжелую броню. Я, наверное, блокирование, ребят. Да. Щитоносец. Качаем. Отлично. Щитоносец. Скорее всего, вот этот факелом, что я закрываюсь, это что же работает как щит? Это тоже блокирует. А я... Я не знаю, как я щитом буду бегать. Я тут, наверное, только с факелами буду бегать. Потому что по-другому вот никак не получается. Но... Да, ребят, сейчас будем драться с скелетиком. Но сначала мы должны кое-что забрать. Тут есть небольшой секретик. Небольшой тайничок. Вот, даже скелет нам показывает. Видите, лорный скелетик. Если мы здесь немножечко поробим, то мы найдем вот такой вот замечательный сундучок, в котором есть хилки и прочная железная броня, которую я отдал только что девочке. Ну, ладно. Нести я ее могу. А вот как сейчас получится драться с пауком, я не знаю, ребят. Огромнейший! Ого! Ого! Убей эту тварь! Убей! Ой-ой-ой! Убей эту тварь! Убей! Я больше ничего не умею! Не, наверное, яд мне просто съедает, ребят. Он просто сжирает меня. Так что мне, наверное, придется использовать лук. Как ни крути. Ты, конечно, можешь с ним драться, но... Воу! Воу-воу-воу-воу! Посмотрите, сколько жизни отнял. Так, ей нужно восстановить жизни. Конечно, все хорошо. Кстати, нужно ее спасать, иначе он ее может убить сейчас. О, господи! я паникую, ребят. Когда я паникую, я просто ничего не могу взять. Поехали! Поехали! Но! Давай! Давай, 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 давай! Господи, как же мало я забираю! Нет времени! Нет времени факел! чтобы я дел без Дженасса, я не знаю, я бы ничего не смог сделать. Надо было факел достать, хотя бы подпаливал. Не знаю, ребят, когда мне колбасит, я теряюсь. Я просто теряюсь. я чувствую но ты куда этот парень не хочет делиться с наш с нами блин ну ладно 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 как же тут темно то камень душ заберу он мне очень очень пригодится дальше ребят ну и дальше наши дорогие драугры каких и люблю называть драурги да вот они вот они милахи вот они прямо блин в воздухе сейчас ребята увидите как меня наверно будет ушатывать очень быстро очень быстро 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 так дорогой не вставай это прошу не вставай так ты с ним я с ним поехали ну это слабенький это изи а этот а этот сильный этот сильный но мы мы как-то подпали у него ухты о золотой коготь это тот самый бедняга который убежал и вот самые тот самый этот самый золотой коготь дневник арвила мы это все забираем также меч можно забрать ее сыромятные вещички которые можно будет потом прекрасно продать но наша девочка короче делает просто все за нас это жесть а то ловушечка который лучше не наступать давайте-ка я восстановлю жизни отлично забираем факел не пикетит мне больше нравится сейчас факел вот что такое наверное на оружие главное смотрите как она сейчас обошла да ладно привет дорогой так крутой какой-то крутой 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 нормально не хватает есть подпалили нежить на самом деле очень боится огонь ребят а я боюсь магию я очень сильно боюсь магию это что фух обалдеть я тут сохранился слава богу слава богу я думал просто сейчас опять нужно с ними драться угу ребят так нет 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 фух бежала нормально угу ребят давай 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 где застряла не пойму где-то застрял извини подпалили ударили подпалили ударили главное не давать ему использовать магию блокирование стоп 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 есть древний народский меч можем взять давайте-ка я немножечко восстановлю жизни восстановление двадцатка отлично мы продолжаем дальше идти факел мне нужен факел мне нужно хоть какое-то освещение да тут сейчас ребята будут горе горе ясно чтобы не погасло угу получай блин наверно факел не так защищает как щит потому что пробивает у меня знатно честно говоря очень знатно и мы делаем ноги попробуем его сейчас на ловушку попадет не попадет блин попал попал это добивать какого черта я пяточкой наступил на эту ловушку да ребят не все так просто нужно быстро 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 его ушатывать Давай, давай, давай Есть! Ой-ой-ой Восстановление Восстановление Отлично Я же стоял далеко Я же стоял вроде далеко Ну какого черта Мы тогда этого парнишку шатали Все так хорошо и шло, ребят Давайте попробуем еще раз Воу-воу-воу-воу Парень, а ну пойдем со мной Давай иди, иди сюда Я знаю, ты захочешь Нет, нету, не пошел за мной, да ладно Ты можем его... Да Так Топор нордский, древний нордский топор Я не знаю, но по-моему у него урон точно так же Как у тех Если что, мы проверим Ага, лучник Ого Ты что Издеваешься Нет, нет, нет Там по-моему два лучника, ребят Потому что На легенде приходится бегать Все? Господи Да самый крутой напарник, наверное Ребят, просто самый крутой Так, здесь у нас по-моему Спрятан сундучок Да-да-да-да-да-да-да Давай А, блин Есть Все забрали Интересно, она, наверное, одевает только легкую броню Ладненько, ребят Ладненько На этом я буду заканчивать Всем огромное спасибо, что смотрели Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал И Смотрите Мое прохождение Скорим Спешл Эдишн Дарк Если вам понравилось немножечко больше Порекомендуйте это видео Друзьям Спасибо, друзья Спасибо И всем пока Спасибо